Добрый день! Вы смотрите открытую студию проект «Места города». Праздник с аниматорами. Как выбрать программу и персонажа? Обсудим сегодня. С нами на связи руководитель студии детских праздников Аниматорс Хоу Наталья Финагина. Приветствую, Наталья! В последние годы набирает популярность проведение детских праздников с аниматорами. Чем принципиально отличается праздник, когда в работу вступают аниматоры? Принципиально отличается тем, что, конечно же, вступают в работу профессионалы, человек, у которого есть опыт проведения праздников, также какие-то свои пути взаимодействия с ним, подход особенный. Понятно, что родители хорошо знают своего ребенка, но все же аниматор – это профессионал, который знает намного больше о том, как быстро развеселить, сделать праздник интересным и увлекательным. И своему ребенку, наверное, интереснее, когда это не переодетый папа или дядя, а именно персонаж. Да, конечно. Во-первых, они родители воспринимают уже, наверное, не так серьезно, потому что они постоянно их видят, и что мама и папа – это понятно. А когда приходит совершенно новый чужой человек, переодетый, в образе, я думаю, что где-то до возраста 5-6 лет они очень верят в это, либо им хочется в это верить. Поэтому, да, это имеет такой эффект хороший. С какого возраста можно организовывать праздник малышу с участием аниматоров? Ну, я считаю, что лучше всего это проводить, начиная от 3 лет, потому что еще в 2 года ребенок мало что там понимает, он боится, там, какую-то дяденьку или тетеньку, который пришел в каком-нибудь там… А если это еще и какая-то большая голова у костюма или черный Бэтмен, то, да, ему точно будет не по себе. Вот. А уже начиная с 3 лет, в основном детки готовы к общению, они социально активны, вот. И я думаю, что с этого возраста можно уже начинать. Как выбрать программу и аниматора? Что ориентироваться в первую очередь? Ну, ориентироваться стоит, конечно же, как я уже сказала, на возраст. Вот, то есть надо понимать, какой персонаж соответствует этому возрасту. Ну, обычно, так и получается, какой мультик ребенок смотрит и любит, такого персонажа стараемся подобрать. Вот. И, ну, соответственно, если, например, разовозрастная категория детей на праздники, там, он бывает от 3 до 8 до 10 лет, то мы ориентируемся, конечно же, на именинника или именинницу, чтобы ей, в первую очередь, было интересно или ему, а все остальные уже как бы поддерживают. Поэтому персонажа выбираем, ориентируясь на того, у кого день рождения. Главный король на празднике именинник. Понятно? Да, конечно. Как определить, где провести праздник? Дома, в заведении, на улице? От чего отталкиваться? Ну, я думаю, что если позволяет погода, это вот теплое время года, то, конечно же, лучше на улице. Вот. Но только исключая моментов, когда нужно включить в программу мыльное шоу, ну, шоу с пузырями, потому что, естественно, на открытом воздухе может многое не получиться, вот, если ветер и так далее. Вот. А касаемо того, что обычной какой-то программы стандартной, то лучше на улице, потому что, ну, во-первых, это полезнее времяпровождение на свежем воздухе, во-вторых, я вот даже про те же пузыри очень люблю проводить, и ребята любят, потому что, как бы, ну, на солнце это все так красиво очень смотрится, они летят, детям очень нравится, надо этим наблюдать. Вот. Вот. Ну, и вообще, как бы, да, если позволяет погода, то лучше, да, и фотографии красочнее получаются. Вот. Если это зима-осень, там, ну, как бы, если там какая-то дождливая погода, то позволяет, если квартира, то можно в квартире, если нет, часто родители, например, берут в аренду лофт какой-то. Там тоже, как бы, вроде и не дома, и более празднично, и гостей можно побольше позвать, и не переживать, что дети там разнесут полдома. Чего и не жалко. Да-да-да. Вот. Так что, да, там как-то тоже такое есть. Ну, в ресторанах кафе еще проводят. Ну, в смысле, это на усмотрение, конечно, родителей, но я по своему опыту могу сказать, что, конечно, в летнее время все стараются на улице. Что отличает вахагенство? Я думаю, что уникальность наша в том, что мы относимся к подбору персонала очень внимательно, потому что нам очень важно, чтобы аниматоры действительно искренне любили то, что они делают. Они любили детей, вот, и им это нравилось, потому что есть, по моему опыту, как бы, я видела разных аниматоров и даже слышала, что, ну, это просто работа. Но я считаю, что, ну, понятно, конечно, есть разные у людей обстоятельства, вот, но все же, мне кажется, в такой работе, где нужна вот такая коммуникация с детьми, где необходимо эмоционально вкладываться вот в этот процесс, нужно подбирать людей, которым это действительно интересно, и которые готовы отдавать добро, энергию и получать. Вот. Поэтому стараемся, конечно, вот таких людей и брать. Вот. Ну и сами тоже, конечно же, как бы ты приходишь на праздник, все свои проблемы оставляешь за порогом, и приходишь к ребенку там с чистым сердцем и намерением подарить ему праздник. Какие программы у вас есть и чем они отличаются? Программы есть, у нас есть вот стандартная программа, которую вот чаще всего заказывают, потому что она вся включает активные игры, там фигурки из шариков, танцы, аквагрим, пузыри, фокусы с пузырями, концерва нас торта у нас торжественной. Вот. Эту программу, она как бы универсальна и, ну, так скажем, бюджетна. Вот. И также есть у нас, конечно, и мыльное шоу, оно занимает по времени. Вот стандартная программа у нас 2 часа, вот. Мыльное шоу занимает 35 минут максимум, потому что там пузыри, фокусы, ну, это такое более как театрализованное представление, то есть они сидят и смотрят. Ну, потом, конечно, они могут и сами попробовать, но основная часть программы это такая вот, именно для того, чтобы посидеть, посмотреть. Вот. И тоже по цене она повыше. Вот. Касаемо других шоу, есть еще химическое шоу и бумажное шоу. Вот. Также мы приглашаем других артистов. У нас там есть ребят, которые проводят шоу трансформеров, есть дрессированные животные тоже, фокусники профессиональные, потом поролоновое шоу. Ну, в общем, в принципе, можно кого угодно привлечь, вот, если хочется грандиозный праздник устроить. Какого персонажа выбрать на детский праздник? Ну да, я считаю, что то, что нравится, и, ну, конечно, учитывать, как это будет выглядеть в реальной жизни, потому что вот у нас был такой опыт, приехал аниматор в костюме Бэтмена, вот, такой весь в черном плаще, кожаном костюме, там, черной маске. Мальчику, по-моему, 4 года было, он испугался, вот, заплакал, и, конечно же, праздник не состоялся, вот, потому что, ну, все, ребенок уже боится выходить, боится доверять. И, причем, мы, как бы, до этого советовали родителям, что давайте, наверное, какого-то другого персонажа, потому что это рискованно. Но родители настояли на своем, ну, в итоге, вот, сложилась такая ситуация. Ну, как бы, они поняли, что, ну, то есть, они немножко неправильно выбрали персонажа, как бы, все друг друга, ну, отнеслись с пониманием, и, ну, в принципе, вот так аниматору пришлось уехать. Вот, поэтому, да, всегда стоит задумываться о том, что свинка Пеппа маленькая из телевизора приедет, как бы, где-то ростом с родителей, вот, и с большой головой. Поэтому надо понимать, ребенок ли готов. Потому что часто вот тоже родители, я же общаюсь с ними, когда перед праздником спрашиваю, какой ребенок. Они говорят, вот, у нас там стеснительная девочка, нам, наверное, лучше вот какой-нибудь мини-маус или там карамельку, ну, что-то такое, чтобы вот очень такое было милое, вот, такой нежный, милый персонаж. Что может войти в программу аниматора, помимо гостюмированного шоу? В программу, вот, в стандартную входит, как я сказала, уже активная анимация, аквагрим, пузыри, фокусы с пузырями, шарики, танцы, там, загадки. Вот, фокусы с пузырями, это у нас есть дымовая трубка, огненная, пенная, потом фокусы с большими пузырями, там, ну, различные. Вот, детки сами тоже пробуют запускать в конце пузыри, им очень нравится. Вот, даже когда мы идем выносить торт, некоторые папы подходят к пузырям и тоже пытаются что-то повторить. Поэтому это всегда интересно, как бы, взрослые, большие дети. Вот, вот это стандартная программа. Ну, в конце, конечно, торжественные вынос торты, как всегда. Вот, но у нас есть программа не только, ну, то есть, там, на два часа минимум. Мы можем приехать на час, если, например, небольшое количество детей, то для них будет утомительно два часа. Вот, поэтому мы предлагаем часовую программу. Полтора, ну, вот, час-полтора-два. Это из стандарта. А все, что остальное, там, они могут добавлять. Мы можем, например, если три часа нужно занять детей, то мы делаем, там, стандартную программу, плюс, там, бумажное шоу и мыло, или, там, химию. Ну, в общем, на усмотрение можем составить совершенно любую. Квесты, вот, тоже очень популярны сейчас. Особенно, вот, кстати, если говорить про летний период, то многие же на дачах, когда приезжаешь, там, в загород, большая территория, можно устроить прям очень интересный квест, и они там бегают, ищут, в конце получают подарки. В общем, много впечатлений у них остается приятно. Расскажите о самых необычных праздниках, которые вы проводили. Самые, ну, я даже не знаю, вот, про необычные, но были прям грандиозные, наверное, где, вот, как я уже перечислила, было все, и стандартная программа, и дрессированные животные, ну, там, то есть, вот, приезжали ребята, там, с собачками, с котиками, вот, фокусник был, тоже и для взрослых, и для детей он показывал шоу, бумажное шоу тоже мы проводили в этой программе, дискотека была поролоновая, то есть, вот, все, что возможно, включили в этот праздник. Ну, понятно, по бюджету эти праздники стоят дороже, вот, и побольше, вот, но вот такие грандиозные, да, случаются у нас, вот, а так, чтобы прям необычные, ну, наверное, ну, самое интересное, это такие армянские какие-нибудь нерождения, свадьбы, где очень много людей, такой шум, веселье, вот, ну, они, конечно, там сложно работать, но, в принципе, люди очень радушные, принимают, всегда угощают, вот, вот, это тоже интересно наблюдать, такие отдельный вид, я бы сказала, праздников, такой очень веселый, громкий. Важно ли образование аниматоров, и как вы подходите к выбору членов команды? Образование, ну, вот, на самом деле, у меня, например, первое образование экономическое, вот, просто, видимо, не туда я изначально пошла, вот, а потом я поняла, что я хочу, чтобы моя работа была связана с творчеством, и вот, каким-то таким образом я пришла в анимацию, я тоже стараюсь, когда мы набираем ребят, разговариваем с ними, общаемся, там, на собеседовании, понимать вообще, ну, тоже, как они к этому пришли, и почему они хотят работать с аниматорами, то есть не просто, вот, иногда, часто, кстати, бытует такое мнение, что, вот, аниматор, ой, ну, что они там делают, что они там получают две тысячи или, там, две с половиной тысячи в час, вот, ну, приехал, там, поиграл и уехал, а на самом деле это, ну, большая отдача энергии, и я же говорю, вот, тут очень важно то, что человек это любит, то, что он делает, вот, если там в других профессиях не нужна такая эмоциональная вовлеченность, то здесь она имеет значение, вот, и любовь к детям в первую очередь, а то, что, ну, то есть, то, что человек до этого чем-то занимался, ну, да, главное, главное его характер и вот эта способность быть открытым, заводным, интересным, вовлекающим, вот это, да, любить детей, да, в первую очередь. Бывает ли такое, что что-то идёт не по плану, и как вы из таких ситуаций выходите? Ну, иногда приходится даже, хотя я знаю, что очень многие, ну, там, агентства, аниматоры против этого, вот, ну, такой запрещённый приём, это когда, например, аниматору нужно снять, ну, какую-то вот маску или голову или что-то ещё, но понятно, что в этот момент, как бы, вроде, часть разрушается какого-то образа, вот, но ребёнок всё же налаживает контакт с аниматором, всё-таки, да, если нужно провести праздник до конца, и в дальнейшем, там, придумывается какая-то легенда, почему вот мы сейчас сняли маску или там, или что-то ещё, вот, там, и ребёнок в это верит, но он уже доверился персонажу, он готов с ним дальше взаимодействовать, вот, бывает, но это, конечно, самый-самый крайний случай, когда там прям вот уже истерика, вот, а так просто родители очень помогают, там, разговаривают с ребёнком, тоже был случай, когда приехали, я, по-моему, да, тогда работала, Скай, вот, и девочка очень-очень ждала целый день, но она очень такая, видимо, эмоциональная сама по себе, и вот она дождалась, когда приехала Скай, и всё, вот, у неё что-то случилось, какая-то истерика, она разозлилась на всех, там, на родителей, не хотела играть, и постепенно, постепенно мы её вовлекали, и вот где-то там, к середине праздника, она уже, как бы, вот, там стала, в общем, поняла, что ничего плохого, и как бы что-то не происходит, что всё в порядке, ну, видимо, она просто успокоилась, как-то, ну, вот, что-то вот у ребёнка там произошло внутри, такое, да, бывает, ну, хорошо, что вот родители с пониманием относятся в большей части праздников, понимают, что это не вина аниматора, что ребёнок так отреагировал, а что-то там у него происходит, вот, такое, да, бывает, ну, потихонечку-потихонечку как-то с этим справляемся. Какое время лучше всего заказывать программу, и за какое время, да, желаемые даты? Да, я всегда советую за две недели, это, наверное, вот идеально, ну, иногда же тоже люди не могут совсем спланировать, ну, праздник, да, там, какие-то меняются обстоятельства, ну, за неделю, в принципе, тоже возможно, но тоже, да, зависит действительно какой-то период, вот, если это май, сентябрь, вот, новогодние особенно, то, конечно, лучше, там, за две недели, а то и за три, вот, если это какой-то, вот, уже начинает, там, с октября, вот такие обычные месяцы, то за неделю вполне себе можно, да, бронировать. Что делать, если малыш стеснительный или пугливый? Ну, я вот в таких случаях рекомендую заказывать персонажей таких, ну, во-первых, ну, даже нет, скорее всего, тут нужно будет просто другой подход использовать к ребенку, то есть приезжает персонаж, вот, вот, и он не заскакивает, там, с громкими криками, возгласами, вот, а он, да, заходит и спокойно, спокойным голосом тихим здоровается с ребенком, знакомится, там, и так далее, и постепенно, постепенно уже может как-то его, там, ну, не знаю, вводить в активную часть, там, возможно, что-то уже, там, более происходит, там, не знаю, громко, активно, вот, а вообще, да, изначально тогда к ребенку нужно подходить очень внимательно, осторожно, если он... Кстати, да, вот недавно был праздник, сказали сразу, девочка боится, когда громко кричат, ну, мы, соответственно, уже с детьми и с аниматорами, спокойно разговаривали, там, старались не особо, там, громко, вот, потому что, да, детки есть такие пугливые. Аниматор приедет уже в костюме, либо переодеваться будет дома? Ну, да, я всегда смеюсь, когда меня спрашивают, вы приедете в костюме или нет, потому что я говорю, как вы себе это представляете, то есть едет, вот, аниматор в костюме, там, какой-нибудь собачки или котика в метро, вот, ну, это совсем, да, конечно, ну, я понимаю, что, может быть, там, думают, ну, на собственном автомобиле или что, но, в принципе, нет, мы приезжаем всегда, переодеваемся, готовимся, там нам предоставляют либо какую-то комнату, там, или, там, ну, и в ванной комнате, вот, кому как позволяет удобство, вот, переодеваемся, готовимся минут 10-15, и выходим на праздник. Нужно ли как-то подготовить ребенка к приезду аниматоров? Я думаю, что, вот, да, тоже зависит от того, какой ребенок по характеру, если родители чувствуют, что он может испугаться, там, как-то отреагировать по-своему, то, да, нужно поговорить, сказать, ой, вот к нам кости приедет, там, феечка или, там, котик, вот, а если они знают, что ребенок активный еще или сам загоняет этого аниматора, то, наверное, не стоит, потому что это будет такой большой сюрприз, и я очень уважительно вообще отношусь к родителям, которые, ну, некоторые, возможно, просто не задумываются об этом, но это действительно важная часть праздника, когда дети не видят, как приехала, там, тетя или дядя, там, мальчик или девочка, которые с сумками зашли в комнату, там, переоделись и вышли в костюме, а вот, я говорю, некоторые родители заморачиваются, там, к соседям ведут, там, переодеваешься, звонишь в дверь, ребенок тебе открывает, ну, то есть, сам открывает дверь, и это действительно имеет больший эффект, потому что, ну, понятно, что все где-то, может быть, догадываются, что это не настоящая, там, Леди Баг или что, но дети, я считаю, что это позволяет им больше поверить в эту сказку и, конечно же, создает больше такой вау-эффект. Какие эмоции испытывают взрослые дети после праздника с аниматорами? Ну, в основном, слава богу, у нас положительные, хорошие эмоции, да, вот, я вообще, если честно, вот до слез бывают такие сообщения, когда пишут, ну, слез радости, конечно же, когда пишут, что вот, вы знаете, там, неделя уже прошла, вот, вы знаете, наша, там, Катенька, она каждый вечер вспоминает симку, спрашивает, когда она придет, ну, когда она ложится спать, она вспоминает, что к ней приходила симка, и ты думаешь, боже мой, ну, ничего себе, то есть, что вот это вот все действительно стоит этих эмоций, впечатлений, и дети, как бы, вот, часто вспоминают, там, или еще что-то, это очень приятно, ну, это значит, что праздник удался, вот, родители очень часто пишут, огромное спасибо за то, что, ну, вот, действительно, и им, кстати, вот, самое интересное, что первая часть праздника, минут 25-30, вообще же родители приглашают аниматоров, в том числе, чтобы самим, как бы, отдохнуть, там, отдельно со взрослыми, но они вот стоят 25-30 минут и смотрят, как это все проходит, первые, потом такие, а, слушай, ну, ладно, все, пошли, а там мы тут уже, как бы, давно стоим, уже мы же хотели вроде как отдохнуть, вот, им тоже интересно, ну, интересно вообще смотреть на реакцию детей, потом, ну, сами затягиваются тоже вот в эти все конкурсы, вот, поэтому, да, это тоже такой интересный момент, но в основном, да, в основном все прекрасно, все довольны, вот, и снова приглашают, бывает так, что приезжаешь уже там в шестой или в седьмой раз в одну и ту же компанию детей, уже там везешь с собой новый состав реквизитов, потому что они все это запоминают, и там, например, в прошлый раз была Леди Бака, в этот раз Эльза, и ты достаешь там какую-нибудь мягкую змею, а они кричат, ой, вот в прошлый раз Леди Бак тоже приезжала с этой змеей, и думаешь, ага, ну, в общем, начинаешь что-то придумывать, вот, поэтому, да, надо стараться, если едешь в ту же компанию деток, то, в общем, каждый раз что-то новое, новое, чтобы они это никак не связали между собой, эти праздники. Скажите о самых маленьких и самых старших в ваших клиентах. Самые младшие, это где-то годика два-два с половиной, вот, самые старшие, это, наверное, 10-11, но вот для старших, да, действительно, другая программа нужна, и другие персонажи, вот, для старших мы всегда проводим квесты пиратские, это, там, Капитан Жек-Воробье и его, там, пиратка-подружка, вот, или же это Шляпник и Алиса, рыцарь и Малефисент, а вот для таких деток мы стараемся подбирать квесты и персонажей таких посерьезнее. Какие программы вы еще только планируете ввести? Ну, вот, сейчас очень востребовано, ну, мы, в принципе, уже ввели, но в основном, как бы, распространять хотим предлагать, это TikTok, YouTube, потому что сейчас дети большое количество времени проводят именно, вот, там, в телефон, ну, вот, у них персонажи, герои, это уже YouTube-блогеры всякие, там, персонажи игр, вот, и такие программы, вот, танцевальные, они очень сейчас набирают обороты, спрос увеличивается на них, вот такие, да, думаю, что скоро будут занимать основную часть, ну, конечно же, это тоже от возраста зависит, то есть я такие программы рекомендую проводить от 7 лет, потому что до 7 лет там детки, ну, как бы, им лучше все-таки какую-то стандартную программу с играми. Какие акции и спецпредложения у вас есть, для кого они действуют? У нас есть акция 15-процентная скидка для наших клиентов, которые заказывают праздник уже во второй раз, вот, также, ну, вообще, если честно, есть такой момент, у нас все-таки человеческий фактор, клиенты, которые с нами давно уже работают, ну, в смысле, давно уже нас заказывают, мы с ними знакомы, там, ну, как бы, их помним, знаем, разные ситуации бывают, и вот в период, например, коронавируса, когда у людей, там, понятно, у кого-то не стало работы и так далее, мы входили в положение и, например, снижали, там, цену за праздник, потому что, ну, понимаем, что у людей действительно тяжелое положение, но хочется праздника. Вот, есть такие нюансы, вот, моменты бывают, вот, а так, вот, есть, да, такая скидка. Ну, естественно, если, например, от увеличения количества часов, например, от трех часов уже ставка за час падает, то есть так у нас там три-две с половиной, зависит от расположения, куда ехать, ну, необходимо в час, вот, а если уже от трех часов, то мы уже делаем на последующие часы скидки. Ваше наподобие, почему хотя бы один праздник стоит провести с аниматорами? Ну, во-первых, это запомнится, я думаю, что надолго, может, даже и навсегда, если это первый такой праздник с аниматором, то, и приезжает любимый персонаж, то, я думаю, это совершенно другие эмоции, нежели те, которые были бы без аниматора. Это такая сказка, вот, у ребенка в его жизни случается, вот, это, ну, довольные дети, довольные родители. Я думаю, что вот в любом случае один раз стоит попробовать. Я, конечно, понимаю, что там может по-разному праздник пойти, и у человека останется, у родителей или у детей там впечатление, возможно, не те, которые они ожидали, ну, по-разному же бывает, вот. Но я думаю, что стоит в любом случае, потому что это запомнится, это ярко, это впечатляюще, и, ну, в общем, это действительно такая сказка наяву. Спасибо, Наталья. О праздниках с аниматорами, как выбрать программу и персонажа говорили сегодня. И с нами на связи была руководитель студии детских праздников аниматор с шоу Наталья Финагина. Если у вас есть личный запрос к нашему гостю, вы можете его задать, перейдя по ссылкам в описании под этим видео. Всего вам доброго и до новых встреч! И блок вопросов, которые чаще всего родители сдают аниматорам. Субтитры сделал DimaTorzok